Всем привет! Что вам нужно знать о будущем в любви? Расклад подойдет для тех, кто ждет вторую половинку. Также для тех, кто находится в какой-то сложной ситуации с человеком, с мужчиной. Это будет такой расклад-прогноз. Сейчас посмотрим, что же вас ожидает в личной сфере. Итак, к чему вам быть готовой? Будущее в любви. Десятка кубков. Но ничего же себе начало расклада. Прекраснейшая карта, указывающая на создание семьи, на возможность создания крепкого союза с человеком надежным. Это брак по любви, да? Карта кубковая, чувство, любовь. Это будет великолепная возможность обрести ту стабильность, о которой вы давно мечтаете. Давайте посмотрим. Так, да, много в вашей жизни было разочарований. Либо предыдущие отношения принесли только разочарование, да? Мало, что хорошего, скажем так, вы почерпнули из прошлого. Но свыше вам дается великолепный шанс создать крепкие отношения, те, которые вы ждете давно. Те, которые вы не смогли создать, будучи в предыдущих отношениях. Мужчина идет, да? Мужчина после разочарований, после неудач к вам идет император. Давайте посмотрим, с чем он идет. С чем ты идешь? Император. Ох, как урешительный. Восьмерочка жезла. Человек четко примет какое-то решение, да? Ух, решение. Решение будет для него, скажем так, кардинальным. Это решение будет касаться вас. Это решение будет касаться, да. Смотрите, если женщина, вы тайная, то здесь мужчина примет решение относительно вас. Какое-то очень серьезное решение. Для вас это хорошая новость от Успентакли. То есть это мужчина, для многих проиграется человек из прошлого. Потому что вы как идете здесь, как будто тайная женщина идете. Как будто вы на расстоянии, как будто человек на время оставил эти отношения, для того, чтобы вернуться потом, да. Он взял паузу, он взял тайм-аут, потому что где-то какие-то обстоятельства, возможно, того потребовали. Но он примет для себя решение, для вас новости будут хорошие. Если это новый человек, да, вы понимаете, что в прошлое вы не вернетесь, возможно, возможно, знакомство с императором и многообещающее туз колес, очень перспективное знакомство. Но не пропустите этот шанс. Туз колес – это шанс, который вам дается, блестящий шанс. Вам нужно просто его не упустить. Совет старшего аркана, верховная жрица тогда, для тех, кто ждет новое знакомство. Не афишируйте эти отношения, да, не распространяйтесь о новом знакомстве. Сохраните тайну, хотя мы на первых порах, да. Не рассказывайте никому счастье и любят тишину. Помните об этом. Совет вам, да. Как вам создать такой идеальный союз, который нам показывает десяточка кубков? Что вам для этого нужно сделать? Совет. Оправлять инициативу. Паш, колес. Хотите нового человека – знакомьтесь. Проявляйте инициативу сами, да. То есть сегодня 21 век на дворе. И ничего страшного, если женщина проявит инициативу знакомства или инициативу отношений, да. Начало отношений. Проявляйте дипломатичность. Будьте терпимее, спокойнее. Мужчины не любят нервозность. То есть будьте спокойнее, будьте как-то терпимее. Если не все получается, если не те люди на вашем пути, не нервничайте, не переживайте. Идите вперед. Спокойно, настойчиво. Все будет. Все будет. Да, и мужчина к вам придет. Тот, которого вы ждете. И еще совет вам, чтобы построить отношения. Королева Кубков – самая женственная карта, которая только есть. Второ, да. Будьте… Подключайте интуицию. Будьте очаровательны. Будьте легкой. Будьте эгоистичной, эгоистичной, но в меру. Будьте женщиной. Умейте проявлять слабость там, где ее нужно проявить. Не умейте – учитесь. Учитесь быть слабой женщиной. Проявляйте свою женственность почаще. Если вы уже забыли, что это такое, в наш век женщины у нас сильные, посетите тренинги где-то психологически. Это очень полезный момент. Развить в себе женственность. Откройте в себе вот эти вот женские слабости. Будьте женщиной. Очаровательной, легкой, романтичной. Вот такой вам совет. Если не хотите быть одинокой, нужно будет себя менять. В некоторой степени даже ломать какие-то свои стереотипы. И тогда для вас откроется новый цикл. Новый цикл, новый этап в вашей жизни. Вы сможете получить то, чего вы так долго ждете. Отношения, конечно. Отношения – самодостаточные, гармоничные отношения, в которых будет все, что вы хотите. И чувства. И надежность. Надежность в плане финансов. То есть вам же не нужен человек, который не умеет зарабатывать деньги. Вам нужен мужчина, который умеет заработать. Чувства чувствами, а кушать хочется всегда. Так что смотрите. При этом, при всем, оставайтесь женщиной. Расчет – это хорошо. Здравый смысл – это прекрасно. Оставайтесь при этом женщиной. Настоящей леди такой. Не умеете – учитесь. Шестерочка кубков. Позитивное мышление. Почему такой совет дается? Потому что вы впадаете периодически в депрессивное состояние, в состояние тревоги, печали, разочарования. Если что-то не получается, вы сразу шаг назад отступаете. Но отступать не нужно. Нужно просто проанализировать свои ошибки, понять, где вы ошиблись, что вы сделали не так, и идти вперед. Сохраняйте позитивное мышление. Это самое главное. При любых обстоятельствах. Да, тяжело. Тяжело. Вас прошлое поставило на колени буквально. Какая-то ситуация вас обезоружила. Не избались какие-то ваши планы, надежды. Что-то помешало, что-то препятствовало. Как будто что-то отрезало. Отсекло ваши какие-то надежды, планы на будущее, мечты ваши какие-то. Прям возлагали вы надежды, может быть, на человека. Но все это отсечено сегодня. Вам не нужно переживать об этом. Вы не потеряете много. Вы потеряете лишь то, что должно от вас уйти. Совет для того, чтобы создать в будущем крепкие отношения. Приготовьтесь работать над отношениями. Отношения – это труд, это работа, каждодневная работа. Но умейте отдыхать. То есть, при напряжении тоже плохо. Золотая серединка нужна во всем и всегда. Придется конкурировать. Возможно, да, что там за конкуренция будет. Конкурировать. Так, не расстраивайтесь. Но дело в том, что на этого мужчину, конечно, так понимаю, император у нас такой попут, пользуется популярностью среди женщин. Вам придется запастись терпением. Да, конкуренция будет. Будете расстраиваться, восьмерка мечей как-то, впадаете прям сразу в депрессивное состояние, не уверены в себе. Не стоит этого делать. Ну, такой мужчина, да. Вам даже должно быть приятно, да, что при этом с вами человек, который нравится всем. Зачем вам мужик, который никому не нужен? Троечка жезлов. Троечка жезлов. Перспективы с этим человеком есть, но будет конкуренция. Будет конкуренция. Просто вам как предупреждение, как совет. Придется, возможно, побороться за этого мужчину. Вот. Но не впадайте в депрессию, не отчаивайтесь. Просто идите вперед. Идите вперед. Суд. Так, полная перезагрузка, обновление какой-то ситуации. А здесь совет вам, чтобы не проиграть вот эту конкурентную борьбу, а остановиться вовремя. Если вы чувствуете, что силы на исходе, не понимаете, что дальше вам делать, возьмите паузу, уйдите в себя, подумайте, поразмышляйте, что вам дальше делать. Вы придете к полной перезагрузке. Карта Суд. Вы найдете выход для себя. Придет понимание того, как дальше выстраивать отношения с этим мужчиной. Не спешите разочаровываться в этих отношениях. Да, прошлое у вас было. И есть поводы в общем-то в мужчинах разочароваться. Но здесь совет такой. Не нужно. Возьмите паузу, поразмышляйте, успокойтесь. И потом вперед. И потом вперед к солнышку. Да, нужно будет проявлять качество и королевы мечей. Вы хозяйка положения. Мужчине вы нужны будете. Вы очень понравитесь человеку. Он будет видеть с вами перспективу создания семьи. Но вам нужно будет научиться быть королевой мечей, проявить характер, защищаться, защищать эти отношения, бороться. Бороться в некотором плане, преодолевая препятствия, отстраняя каких-то конкуренток на пути. Потому что мужчина такой вот винный будет у вас. Винный будет пользоваться прям широкой популярностью. но вам совет такой. Не сжигайте слишком мосты. Не воспринимайте борьбу как войну. Не на жизнь, а на смерть. Все-таки чувствуйте себя императрицей. Хозяйка положения. Учитесь быть королевой, императрицей. Женщиной, которая защищает свои отношения, но при этом она не не хочет жертв кровопролитий. То есть не переходите грани дозволенного. Играйте по правилам, как говорится. Будут чувства, будет влюбленность, будет ощущение полета. Придет еще вот это чувство, хотя после событий прошлого, возможно, для многих многие могут думать, что уже все, не будет чувств. Для многих этот вопрос закрыт. Нет, будут чувства, будут эмоции. Человек вам понравится. Вызовет у вас море эмоций. Чаша через край будет переливаться. Золотой кубок через край льется. Столько эмоций, столько чувств вас будет вызывать этот человек. Карта Иерофант еще раз говорит о том, что будет у вас шанс создать отношения с этим человеком, те, которые вы хотите. Союз вашей мечты. Но, повторюсь, легко ничего не дается. Конкуренция всегда есть. Мы же на необитаемом острове находимся. Есть всегда другие люди, которые вмешиваются в отношения, которые тоже преследуют свои цели. Все хотят быть счастливыми. И каждый борется за свой кусочек счастья. Но вас ожидает победа, шестерочка жезла. Вы все пройдете, вы победите и получите то счастье, которое у вас будет. Конечно, если вы проявите терпимость, настойчивость, если не будете отчаиваться, впадать в депрессии, вас ожидают прекрасная жизнь, девяточка колес, комфортная жизнь, материальный достаток, семейный уют. И это по судьбе. Это вам вообще по судьбе идет колесо фортуны. Фортуна помогает смелым, решительным борцам, тем, кто борется за свое счастье, тем, кто не отступает назад при первых трудностях. Поэтому колесо фортуны для вас завертится, закрутится обязательно, но вы должны проявить инициативу, вы должны проявить характер, стойкость духа, показать, что вы готовы бороться за свое счастье. Недоброжелатели, видите, как рядышком прям с вами завистники, какие-то люди, которые вам препятствуют, потому что у вас взаимные чувства. Понимаете, как время сейчас у нас какое тяжелое, потому что на первый план выходят деньги, чувства, любовь, верность, все вот эти нравственные ценности, увы, ушли на второй план. Брак по любви сегодня редкость, это такая зависть на эти отношения, такой негатив сегодня, если там любовь, чувство, доверие, верность. Сегодня бороться сегодня в наше время приходится за такие отношения порой достаточно серьезно бороться, но зато в итоге вы получите человека рядом с собой, который любит вас и которого любите вы. Люди будут пытаться разбить вам сердце, вам нужно будет где-то умереть свои эмоции, свое негодование, вы знаете, как-то будете негодовать, что же вам нужно, что же вы вмешиваетесь, что же вы покоя нам не даете, какие-то люди будут вмешиваться, вам нужно умереть совет, умереть эмоции, понимать, что не всем в этой жизни везет в личной сфере, кто-то увы, несчастен, увы, несчастен, идите своим путем, устремитесь своим путем, работайте над своими отношениями, просто живите своей жизнью, своей жизнью, вот такой у нас расклад, пять карт, я думаю, что в принципе информация ясна, у вас благоприятный идет итог, при вашем желании проявлять инициативу, при желании бороться за отношения, за те, которые вам будут даны свыше, вы получите все то, что хотите, при этом будьте тактичным человеком, будьте сдержанным, относитесь дружелюбно ко всем, насколько это возможно, не сжигайте мосты за собой, не делайте каких-то выводов о людях, конкурируйте, но честно, играйте по правилам и у вас будет победа, у вас будет в жизни победа в личном плане именно, вы получите те отношения, о которых мечтаете, вот такой расклад позитивный, прекрасный, я надеюсь, что он вам даст позитивный настрой на будущее, как всегда, жду от вас обратной связи, благодарю вас, что вы со мной, что ставите лайки, дизлайки, подписывайтесь, пишите комментарии, огромное, огромное вам за это, спасибо, и я вас жду, как обычно, в следующих раскладах, пока-пока, разбросался и развернется, пока-пока, дизлайку, пока-пока, Продолжение следует...